Слушай, я когда был, тут метра четыре было пробито. Не опасаешься, что завалить можно? Я здесь больше дома, чем там. Белгийский вот этот вид у него какой-то такой чеченской ауэрой. Понял, что ты хочешь стать мусульманем, а нету никого. Вообще они пока еще не знают, что я обремен ушел. Я ее разогрел так на сковородке, налил себе чай и просто лепешку поел с чаем. И так кайфанул просто. Простой самой еды никогда так не кайфовал. Непонятная аура охватывает мысли. То есть на тебя что-то, кто-то как-то давит. Гильзы, когда вот так выходят, автоматически становятся. Наша самая главная цель – это найти помещение. Пойми одну вещь. Это касается абсолютно каждого, а история повторяется. Скажешь, что вы ошибаетесь? Ты спрашиваешь? Да. Дорогие друзья, приветствую вас на своем канале. Сегодня я тихо, незаметно пробрался из Дагестана, прокрался в Чеченские горы. Прокольными путями. Через ансалту. И опять в гостях… Бабыть не берет. Ручной спектральный анализатор показал 98% железа в составе. И опять в гостях у Марата. Марат, скажи, у вас тут нежданно-негаданно появился помощник, да? Из Сибири. Сибиряк. Бог прислал. Бог прислал. Он пришел с намерением войти внутрь. Он пришел с намерением… Как истинный потомок Ноа. А самое интересное, что он уже поменял служить, по-моему, да, здесь? Здесь он ее поменял? Нет, он до этого уже принял решение. А здесь мы ему как помогли, как там правильно. Имя дали, наше валит. То есть, ислам он принял фактически здесь? Он уже исповедует. А он принял его где? Он принял его, он принял, сделал намерение еще до того, как сюда попал. Я понял. А фактически? А фактически уже здесь начал молиться. На месте ваших раскопок. Да, прямо вот здесь он, где живет. А когда он сюда приехал, он и хотел здесь остаться? Да, он с этим намерением и приехал. Я говорю, Бог прислал, у меня нет других объяснений. Хорошо. И так, друзья, вот по этой узкой тропке мы спускаемся вниз к борту. Там, где самозабвенно парень из Сибири под землей с перфоратором в руках долбит шахту, пробивает. Последний раз я здесь был, там было пробито метра четыре, наверное. Друзья, посмотрите, какое красивое небо у меня за спиной. Небо на закате. Надо бурить? Да. Да, но я уже маленько пробурил. Слава Алейхам. Так, Слава. Слушай, я когда был, тут метра четыре было пробито. Ну, может, пять, нет. Уже в пяти не было, метра три было. Да. Было три метра, теперь сколько там? Тринадцать-двадцать, да? Тринадцать-двадцать. Тринадцать-двадцать семь. Мне показали последний раз. А, ну, десять-двадцать. Но это еще и цветочки. Там есть еще одна шахта. Сейчас посмотрим. Да. В большей сложности десять метров ты прорубил? Ну, да. Ты не опасаешься, что завалить может? Нет. Нет таких опасений? Вообще, да. Это не горная порода, чтобы обваливаться. Ну, да. Это строительная структура. Древесная, ныне окаменевшая. Это еще полтора года назад. Где-то, ну, плюс-минус где-то полтора года назад. Увидел ролик Эмирата, как вот они там еще в пещере были, все это, туда пробивались. Первого сентября вылетел с гор Молтайска. Поехал, завершил свои дела там в другом городе. И все, и прямиком уже сюда. И вот с одиннадцатого сентября я, как бы, получается, уже здесь. С одиннадцатого сентября? Ну, два месяца. Ну, да. Почти вот сейчас скоро уже почти два месяца будет. А что за аппарат валит, расскажи. Ну, это алмазная буровая обстановка. Алмазное сверление там, вот эти они там, фундаменты там, под это все сверлят. Но мы ее используем, как вот, чтобы не пробивать, просто здесь камень пробивать, вот эти там полтора-два метра, это надо будет пробивать, может, ну, неделю-две. А это сразу пробиваешь? А это, ну, там, грубо говоря, там за день. Ну, пусть даже за два, чтобы, потому что надо будет снимать, вытаскивать. Обламываешь, вытаскиваешь и опять сверлишь. Просверлил опять 45, опять вытащил, опять обламываешь, опять вытащил. Стержни обламываешь? Да. Они там и остаются? Ну, они либо в коронке остаются, бывает, либо вот так стоят. Потом их вытаскиваешь. Здесь уже 13 метров, да, вот это? Да, вот отсюда 13 метров. Осталось 3. 3 метра. Но мы точно этого не знаем. Расскажи, как тебе здесь вообще живет, в смысле, дышится, спится? Ну, не знаю, меня всегда тянуло сюда. Я не могу объяснить, почему, но всегда тянуло сюда. Да, вот именно вот плюс-минус вот этот район, да, там, к примеру, взять там Чечню, да, и вот вблизи там 100-150 километров. С самого детства. С самого детства тебя тянуло в эти места. Просто я не было, так сказать, ну, ситуации и возможности просто приехать. Это же не просто ты взял, а, и поехал. То есть просто приехать там на неделе где-то что-то, это одно. А приехать, допустим, надолго, это совершенно другое. То есть мне как бы здесь, ну, вообще нравится. Как тебя звали? Ну, там дома Виталия звали. Виталия, ну, посмотри, а вот как по исламу? У тебя сейчас два имени? Нет, валят. Это уже одно, как бы, да? Да, да. Ну, вот я когда приехал, мне говорят, ну, тут тоже были люди, они, ну, как звать, там, Виталий, там, все это. Они говорят, ну, ты, как бы, можешь, если хочешь, если есть желание, можешь поменять, как бы, имя. Я такой, ну, я, как бы, задумался. И мне вот Руслан говорит такой, возьми, говорит, имя, ну, вот, валят. Похоже имя, да? Ну, да. И он, говорит, это, говорит, переводится как отец. Я такой, ну, как бы, да, ну, как бы, нормально меня устраивает. Ну, и все, и вот с того момента, два месяца уже, почти два месяца. Валит. Я здесь больше дома, чем там. Я когда пролетел, говорю, в Грозный, я даже в тот момент такой, еду, думаю, ничего не пойму, думаю, что такое-то. А тут же, наоборот, больше все с бородами ходят, да? Я такой, так, что-то все смотрят. Очень редко, как бы, с бородой увидишь. Я такой думаю, ну, все, я, говорю, я, как, домой вернулся, я, говорю, как будто там, ну, хотя я там и родился, да, но сюда я как будто домой вернулся, а там я как будто, вот у меня там постоянно что-то внутри куда-то тянул, а здесь я все, я приехал, я успокоился. И так они жили на Ковчене. Их было 10 человек, и они пробивались в пещеру и хотели доказать всему человечеству. Ну, ты знаешь, так потом будут, там писать, в книге так, там. Это мы иногда там, допустим, даже с Морозом вдвоем сидим, нету никого там 2, 3, 4, нет. Мы вдвоем, да, вон, кайфуем. Да, ну, если ты там где-то будешь жить, ты скоро будешь вкладывать, нет? Просто если у кого есть там возможность, все равно же это в интернете будет, у кого есть возможность даже просто приехать сюда, пожить, побыть, место есть где жить, где еда есть, там все, да, все есть, как бы просто приехать и помочь там. Какие-то даже самые вот, не надо там прям упахиваться, просто поработать себе в удовольствии и пожить здесь, вот, в этих местах. Вот этот парень из Сибири чужим себя здесь не чувствует. Я ему задал этот вопрос и услышал ответ, теперь вот хотел вас спросить. У меня он родным стал, слушай, вы с ним много времени вместе провели. Он говорит, что как будто в родные пенаты вернулся. Так, в родные пенаты вернулся, и он... Ну, такое внутреннее ощущение, конечно. И ты, и он, и все люди, и все животные, вплоть до последнего муравья, даже до последней травинки, все отсюда ушло, по всему миру. Так он чувствует, даже спросить, что... За многие десятки тысяч лет... Мы его чувствуем родным, это однозначно. Во-первых, мне очень трудно представить это слово «Сибирь» в контексте его характеристики. Я не знаю, где он рос, как он рос, но манера... И даже вот чисто белгийский вот этот вид у него какой-то такой... чеченской аурой, и мусульманской аурой, и каркасской аурой. Но он не наигрывает, нет. У него в плоти это есть. Вот я вот это чувствую. Меня можно обдурить, там, продать, но купить очень трудно, эмоционально, тем более. Вообще, с самого детства я интересовался, кто мы, откуда мы и зачем, и в чем смысл жизни. Сколько тебе лет? 34. В последние где-то 2-3 года у меня постоянно борода была, и мне постоянно говорят, а, ты там, что бороду себя отрастил, как маджахет там, и это все. И мне многие говорили, и даже я здесь приезжал уже, и меня с чеченцами путают. Постоянно говорят, ты, что, чеченец, что ли? Еще там, дома. Я говорю, в смысле? Я еще даже не об исламе, там, 2-3-5 лет назад. Ты, говорит, чеченец какой-то. Сюда ты приехал не мусульманин, правильно? Нет, уже все, на исламе сюда приехал. Ты уже сюда приехал в ислам? Я три месяца назад. Три месяца назад принял ислам? Там в Алтае? Да. Ну, то есть, для того, чтобы человек стал мусульманином, ну, вообще, да, там есть определенный какой-то ритуал, да, там, как-то. Ну, ты должен просто сделать омоление и прочитать шахаду, да? Все. Все, по идее, этого достаточно для того, чтобы ты стал мусульманином. Среди этих стилей не нужны? Ну, вообще, как бы, должны быть. Но если вот представь, да, допустим, ты понял, что ты хочешь стать мусульманином, а нет никого. Еще один такой момент есть, что те, кто в христианстве, да, можно сказать, я как из христианской семьи, но не такие, что там прям соблюдали, там, ходили в церковь, ну, вообще просто, да. Вот. И такое есть понимание, почему я могу об этом говорить, потому что я сам говорю. Есть такой момент, что люди, которые в христианстве, да, они думают, если они примут ислам, то они тем самым предадут Христа. Да. Но они, наоборот, тем самым приобретут Христа. То есть, понимаешь, в исламе тот, кто не верит в Иисуса, да, как в пророка, он не считается вообще мусульманином. В этом году просто у меня там определенная жизненная ситуация произошла. И я просто смотрел ролики в Ютубе, и мне стали выходить ролики про ислам. И я их слушал один, второй, третий, четвертый. Ну, у меня была возможность, я работал там за городом. Я просто включал Ютуб, включал наушники, и вот с утра и до вечера я вот все слушал, слушал. И как они вот рассказывали об исламе, я так вот думаю, ну, все это, думаю, это то, чтобы, это истина, как бы. Это очень красивая религия. И вот даже сам, вот ты посмотришь, когда человек делает намаз, да, это настолько, ну, красиво, и это сопричастие с самим Богом, понимаешь. Вот тот момент, это пять раз в день сопричастие с Богом, не каких-то там посредников, там, еще кто-то. Ты напрямую с Богом, вот эта связь у тебя, и настолько вот это душевное такое успокоение, умиротворение, и насыщение такое происходит вот непосредственно у исламника. А как твои родные и близкие отнеслись к твоему выбору? Ну, в общем, они пока еще не знают, что я принял ислам, как бы. Поэтому, не знаю, а как, а как они могут принять? У них выбора нету, я просто, придет время, я скажу просто, что вот я принял ислам, как бы я бусульман. Абдулла нашел что-то. Абдулла что-то нашел, да? А, да, 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 надо здесь на земле. О-о-о-о, что это такое? Мал. Метал? Нет, это не металл. Не, да это вот, не, это типа шканта, еще что-то такого. Дело в том, когда ты будешь изучать ислам и найдешь определенные там такие моменты, да, в людях, да, какие у них были ситуации, и они из-за того, что были в исламе, они преодолевали такие трудности, понимаешь? То есть тебе не надо какие-то богатства, тебе ничего не надо, тебе нужно просто, вот, пять раз в день ты делаешь намаз, и пять раз в день ты находишься на прямой связи со Всевышним, понимаешь? Ну, что может быть еще лучше, как бы, это не заменит никакие там ни миллионы, ни миллиарды еще, там, ни какие-то машины там крутые. Зачем? Машина, она и есть такая же машина. Раньше не было этих машин, ездили на лошадях, это сейчас просто вот это, времена такие, все дозволено, все телефоны там, машины, самолеты, все, и вот человек теперь, он думает, что он царь природы. Нет, а тот момент, понимаешь, тебе ничего не надо, у тебя нету, допустим, денег, тебе не надо. У тебя есть поесть что-то, у тебя все равно там есть там что-то поесть, попить, где поспать, и ты от этого даже кайфуешься. Я тут даже потом посмотрю, лепешки тут у них есть такие домашние, они. И я тогда такую, лепешку такую ее разогрел, ну, они тут готовятся, и они, ну, она где-то вот таким, да, там, 25 сантиметров, примерно, в диаметре. Я ее разогрел так на сковородке, налил себе чай, и просто лепешку поел с чаем, и так кайфанул просто вообще. Я никогда просто от простой самой еды никогда так не кайфовал. Еще там финики, ну, и чай съесть. Я вот финики, лепешку и чай, все, и мне больше ничего там не надо. Мне потом мороз говорит, а что, ты нормально поешь? Я говорю, мороз, я говорю, ничего не хочу, это, говорю, самый кайф. У нас есть одно место, Цапеди, это ограниченность Грузии, это город мертвый называется. Там захоронение. Это не просто так, я говорю, ради славца, нет. Туда являешься, да, независимо от пола, возраста и профессии, да, тебя какая-то вот непонятная аура охватывает, мысли. То есть на тебя что-то, кто-то как-то давит. А что давит? Видимости нету. А здесь вот совершенно противоположное. Здесь ты вот ищешь в себе, вот, почему ты вот связываешься, почему тебя охватывает радость. И страх, имеешь ли ты право касаться к этой святыне. Вот этот вот страх становится твоей любовью. Мне 78 лет, я когда спускался вниз туда, вот, я боялся единственного одного. Имею ли я право по этим тропам ходить? Имею ли я право трогать этих мальчиков? Я извиняюсь, мальчик говорю. То, что он делает, да, он уже слился вместе с этим антифактом и работает. И не делает мне он больно этим историческим фактом. И вот так они ночью шли. Это, знаешь, когда там что-нибудь, ну, начинают там сказки, там, в книгах. И так они были там и спускались в пещеру. Они поднимали, как сооружением 19 века. Это в 19-м году было, это в 19-м веке. Все ручным трудом, да. Ну, в общем, вот. Вот это идет внутри трубы, да. Да, местный умелец приехал. Вот я про что говорю многим. Не надо говорить, надо делать. Если говоришь, ну, делай. Если не делай, что не говори. Приехал и сделал вот эту трубу туда, да, 20 метров. Вот это ведро, все, гильзу, да, смотри, тут даже подшипники, все, да. Ну, чтобы все четко как бы сделано, да. Здесь главное, чтобы этот выехал, да. Гильза, когда вот так выходит, автоматически становится, да. Ну, то есть, как бы человек пришел, сделал без лишних разговоров, все. Можем теперь вытаскивать и туда выкидываем камень, да, вот это. Ну, что ж, пойдем. Все. Все. Спускаемся по левому борту, вот, в ковчег, вовнутрь. И здесь. В общем, наша самая главная цель, это найти помещение. Одно из помещений. Любое. Неважно какое, главное, чтобы оно было... Освещение бомбы у вас. Да. Я еще, знаешь, когда там еще дома был, смотришь видео, да, там, в Ютубе, где там они показывают, рассказывают. И вот это освещение было такое, ну, как интересное было, такое ламповое. Как бы благодарен Всевышнему, что таким образом у меня вся жизнь сложилась. И я много чем занимался. Да, и теперь из-за того, что я занимался много чем в жизни, я могу понимать, что здесь было, понимаешь. Что это не просто мы гору копаем, как там некоторые говорят, а, они там гору копают. Что это непосредственно рукотворное строение объекта, понимаешь. Но то, как он построен, пока еще нам не понять. Пришлось ее засыпать теми камнями, которые отсюда. А, ну понял. То есть, чтобы туда материал наверх не выглядел? Да, да, ну это же, ну, да. Лишние трудозатраты, да? В одного, тем более, ну, это... Ну, и вот здесь тоже там было, про этого, полтора метра туда, два или... Ну, где-то около, полтора точно, около двух метров туда. И пришлось и это все засыпать. Это ложные направления. Ну, не то, что они там что-то показывают. Что показывают, какую-то аномалию, но это... Так, вот этого не было. Вот, а вот это я уже сам вошел сюда, в это направление. Здесь не такая структура, как везде. То есть, здесь что-то было такое, здесь был какой-то механизм. Вот, и здесь сегменты были вот такие, вот, видишь, вот, в виде капель. И все, и вот мы теперь туда бурим. Здесь оттуда, вот, до сюда 7 метров. В общем, для того, чтобы не ломать вот этот камень, его вытаскивать же надо, мы приняли решение, что самый оптимальный вариант – это пробурить дырки в том направлении, в этом направлении. И больше вероятность, что обнаружится какое-то помещение. И здесь, ну, не знаю, мне здесь, как бы, работается нормально. Я вот утром прохожу, в обед пошел, поел, обратно сюда. Короче, ну, мне здесь интересно, как бы, работать, интересно. Пойми одну вещь. Это касается абсолютно каждого. Это не касается какой-то определенной нации или еще кого-то, какой-то там семьи, либо там государства. Это касается абсолютно всех человек, всех людей, всех животных, растений, все пошло отсюда. Но как можно не приехать туда, откуда началась, зарождалась новая жизнь, понимаешь? Это ты можно, любой, кто приезжает, да, сюда, он как приехал домой к себе, и причем это не голословно сказано так для какого-то красивого словца. Ты приехал про деду, да, или там про отцу домой. Это же их был плод, это было первоначально, их какой-то... Ты же понимаешь, что вот твои слова, которые, ну, звучат как утверждения, у многих людей могут вызвать либо усмешку, либо даже какую-то ненависть даже. А история повторяется. Во времена всех пророков большую часть времени их постоянно над ними кто-то смеялся. Во времена ноха над ним смеялись, что он строит какой-то корабль, строит, что будет всемирный потоп, что это, что люди, он призывал к людей, чтобы они спаслись. Всегда смеялись, понимаешь? Я, допустим, дома был, да, там, мне там говорили, ай, там, я начинаю чем-то изучать, да, там, саморазвитие, еду там с людьми, общаюсь там, да, ну, какие-то по интересам. То есть не углубляемся в что, а мне говорят, а, он там в секту в какую-то вступил. Я начал, да, у меня по природе, да, у любого мужчины по природе борода, да, растет борода, усы, да, ну, то есть как бы это. Я начал, борода растет, а, что ты там бороду себе отращиваешь, надо тебя сбрить, что ты на старика похож или там еще что-то. Понимаешь, люди всегда будут кого-то пытаться унизить, оскорбить или над ним на смехах. Человечество настолько деградировало, что я уже не общаюсь вот там с людьми, понимаешь, они настолько деградировали, что мне неинтересно с ними общаться. Пьют, курят, клубы какие-то там, танцы. Вот ты посмотри просто даже в Ютубе, я, ну, раз ты меня спросил, я не могу по-другому теперь отвечать. В Ютубе, я иногда смотрю там, чем человек занимает, как он себя развлекает, ему все надо развлекаться. Пьянки, гулянки, танцы, все остальное. Потом, помимо этого всего, вот посмотри сколько всяких шоу, там, машины гоняют, там, бензин прожигают, топливо прожигают, просто прожигают свою жизнь. На что? В пустую, понимаешь? На мотоциклы гоняют, просто прыгают, все люди смотрят, смеются или там еще что-то аплодируют. Или на машинах там что-то, гонки какие-то устраивают. Это все, это... А чем должны люди заниматься, по твоему мнению? Ну, жизни, понимаешь? Жизни на его, допустим, есть, построили дом, да? Не где-то там... Вот человек родился, да? Родители уже, так как они хотели родить детей, да? Они уже должны изначально позаботиться, где, когда он подрастет, где он будет жить, понимаешь? Уже начинать задумываться об этом. Откладывать либо там материал какой-то, либо уже начинать строить. Подрастает ему там уже 5-6 лет, он начинает уже строить себе дом. Вот раньше там и на Руси, и здесь, да, там, на Кавказе уже у многих детей, вот даже ты сегодня видел, сколько ему? 12, да, лет. У него уже дом строится, понимаешь? Они, его родители уже задумываются, что ему надо уже построить дом. Вот там посмотришь, что они... А, там нормально как-то... То есть, простые человеческие... Конечно! Вот дом, огород, да, там, ну, чтобы ты мог питаться независимо ни от кого. Ну, и там какое-то хозяйство, понимаешь? Вот эти человеческие жизненные ценности, а не просто сидеть на машине, там, лететь куда-то по грязи, просто вот в чем прикол? Я почему это говорю? Потому что я сам раньше такой же дурачок был. Просто прожигали все ресурсы и свою жизнь прожигали. Ты не вернешь себе ни одной секунды назад, понимаешь? Я изучал истории многих людей в конце жизненного своего пути, когда они уже все, у них спрашивают, а что бы вы могли сказать, о чем вы жалеете, или о чем-то не жалеете. Они говорят, знаете, мне кажется, жизнь прожила впустую, понимаешь? И я, когда вот это слышу от других людей, думаю, как это, насколько это, тонкость, просто вот эта жизнь прожита впустую, представь? Ты ничего не оставил после себя. Смысл тогда жизни твоей какой был? Допускаю, что вы ошибаетесь. Ты спрашиваешь? Да. А ошибаешься-то в чем? Ошибаетесь, что это ковчег. У меня-то нету сомнений. Мне, как мне, не надо доказывать, что это ковчег. Я сопоставил все факты, которые приведены в открытом доступе, в Коране, в Айя, так написано, длина ширина, из чего был создан. И я же вижу, как сами эти стыки, любой стык, вот сейчас просто момент, если спросил, я тебе отвечу. Каждый стык, вот если вот такой стык есть, он вот здесь будет. Любой стык, в общем, любой стык, он всегда промазанный. Нету ни одного стыка, чтобы он был не промазан. А если не найдете помещение? То тогда, типа, что это не... Ну, может быть, они просто забиты все. Они не могут настолько быть забиты ничем. Конечно, нет. Просто дело в том, что ковчег явлен, это даже написано в Коране, что он явлен как знамение для человечества. Понимаешь? А знамение чего? Ну, тут можно много еще сказать, но он явлен как знамение, что самый один из таких моментов, что ковчег есть, что был пророк Нох, и что был всемирный потоп. Соответственно, если мы это все берем, значит, были предыдущие пророки, и значит, будет конец времен, понимаешь? И вот тот самый судный день, день воздаяния, он встанет, понимаешь? Из каждого будет спрос, что он сделал, что он не сделал, что он сказал, что он не сказал. Я никому-то доказываю, я это не доказываю ни тебе, ни кому-то. Я делаю то, чтобы то, что когда будет обнаружено помещение, когда будет явлено, что это ковчег, что люди, которые задумаются, понимаешь, что это да, действительно, это явление Всевышнего, и они тогда могут задуматься и начать как-то размышлять, и прийти к какому-то выводу. Хотя бы, если, допустим, они не придут в ислам, то они хотя бы задумаются, что есть Бог, понимаешь? И что мы здесь временное явление на этой планете. Как будто я был в дискомфорте и вне дома. Когда я принял ислам, я получил комфорт и удобство вот в этом. Когда я приехал, непосредственно прилетел, ну вот, в Чечню, да, в Грозный я прилетел, и по дороге сюда я понял, что я как домой вернулся, понимаешь? То есть сама, и территория сама. Вот многие люди, которые уезжают из своих родных краев, да, где родились, где выросли, и потом приезжают туда, они там как бы отдыхают. А я оттуда вот приехал сюда, я как будто как домой вернулся, понимаешь? Во-первых, религия, да, ислам. Во-вторых, сам менталитет, ну, людей, да, как бы такой гостеприимный, вот это все. В-третьих, само место, просто само территориальное место, как бы, это еще один такой момент. Ну, и четвертое, да. Ну, тут есть и горы, и есть равнина, что мне всегда нравилось. У нас, да, там на Алтае, у нас одни горы, как бы равнины там в Алтайском крае. Для жизни-то все есть, как бы, что там? Ну, тепло, тепло, свет есть, но это надо генератор включать, но вот это не проблема, как бы. Вода есть, дрова есть, кровати есть там, но они нету там, у кого, кто, допустим, иногда приезжает, с собой привозит там постельное белье, мне не надо, потому что это, вот, видишь, все. Там, это надо, если была бы стираль на машине бы, да, и воды много, чтобы можно было стирать и стирать, и стирать, тогда это ладно. Ну, ночью не холодно, да? Нет, вот, это сейчас только, вот, недавно затопили. Единственное, я сейчас уйду, и это, дрова-то кто-то их наложил, они пыхнули. Почему? Да, ну ладно. Ну что, друзья, вот такая интересная история про Сибиряка из Горного Алтая, который каким-то чудом оказался здесь, в Чеченских горах, под землей. Задайте себе вопрос, кто вы, откуда и для чего, и в чем смысл жизни, и найдите на них ответы. Если вам это интересно, находите ответ, если нет, на все, выбор ваш. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, и, ну, я, честно, рад за этого человека. Пока они еще не нашли ковчег, но, мне кажется, по крайней мере, он нашел себя. Всем до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok